Очень интересно приведать таких масштабных, серьезных проектов, как внедрение цифровых решений, которые используют несколько стран, участников проектов. Какие сложности при внедрении такой платформы цифровой вы наблюдаете на какие-то моменты, особенно при управлении проектом, внедрение данного решения? Вы знаете, всегда самая большая сложность – это, конечно, сопротивление людей. И ни одну, даже самую лучшую систему технологии невозможно внедрить без управленческой воли и без поддержки менеджмента проекта. Поэтому я с большой благодарностью отношусь и к доктору Гвидару, и к руководителям проекта с нашей стороны, которые действительно в своей управленческой воле, иногда административным ресурсам, все-таки преодолевают этот сопротивление и действительно меняют процесс и действительно внедряют новые продукты и новые технологии, чтобы повысить управление проектом. Супер, спасибо большое. Галина, как вы по проекту, да? Вовлечение и работа с сопротивлениями. Только как бы так, не могу не спросить, вот вы как участники проекта, основные, ключевые, пользователи данного информационного решения, что вы могли предложить с точки зрения улучшения? Может быть, какие-то у вас есть идеи, да? Как, естественно, пользоваться той системой, которую сегодня Росатом разрабатывает и представляет? Спасибо за субтитры Алексею. Спасибо за субтитры Алексею. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Если это двигается в ИПТ, то можно будет использовать и использовать в очень удобном интерфейсе. То есть, вы будете до третьего уровня, что вы получаете информацию о сферах, если их комплим, если их комплим, если их комплим, если их комплим. Спасибо огромное. Спасибо большое.